Последний длинный рассказ прочитает Вячеслав Буловко, родом он из Петропавловска-Казахского. Моя родина почти, что я земляки, мы с ним, я из Кустанайской области. Он учился у Азарь Силы Гнеблиновой на режиссера, потом там что-то не получилось, пришел ко мне. И большой помощник мне, он работает ассистентом у меня на спектакле, на спектакле «Безымянная звезда» работал ассистентом. 7, 8, 9 минут он прочитает и перейдем с вами в Малахитовый зал. Давай читай история. Николай Владимирович Каледа, где ты, товарищи СЦК? У Володьки Пемчникова врачи всю жизнь признавали туберкулез, хотя особой уверенности в этом у них не было. Во всяком случае требовали, чтобы Володька лечил легкие, чтобы не курил, не запускал болезнь, а то, ну, понятное дело, что Володька решил, что жизнь его коротка, и потому, выйдя в очередной раз из больницы, где он провалялся полгода, его, кстати, тогда и в армию не взяли по болезни, Володька сказал сам себе, ну что, Вовка, жить тебе осталось еще лет 16, так что бери от жизни все, что можешь. Поразмыслив над тем, чего бы ему в оставшееся время взять от жизни, Володька решил овладеть как можно большим количеством красивых женщин. Это, во-первых, не вышло. Сумух, приземист, рыжий, прощевак был Володька. Во-вторых, хотел наделать много детей, но замуж за него никто не шел. А в-третьих, Володька решил пить и веселиться, а это удавалось легко. А еще, поскольку Володька неотразимо стучал на барабанных катарелках, он решил, что в нем пропадает талант артиста. Как-то так. Отучился 4 года в театральном училище и стал артистом. Мрут в книжках, что стать артистом сложно. Ничего подобного. Хорошим артистом, наверное, трудно стать, а таким вот, как большинство. Пара пустяков. А жизнь его у среднего артиста, да будет вам известно, тяжелейшая. Пьяная, дурная и бессмысленная. И еще бы, ведь все средние артисты думают так. А чего это? Евстигнеев имеет такое же образование, как и я, а меня не снимают, не превозносят, а не кричат обо мне на каждом углу. Он что, лучше меня, как артист, что ли? Да без, что он самый натуральный. Это вот самая подлая мысль, которая терзает среднего артиста. Он самая больная. Из-за нее и бьют все средние артисты. Но кто же это знает, выйдя из тех театрального училища? Никто. Все Ермоловы, Книпер, Чеховы. А жизнь у артиста, как и сто лет назад, из Керчи в Вологду, из Вологды в Керчь, там сезон, тут сезон, там два, тут полтора. Все чего-то ищут. Режиссера, квартиру, звания, ролей в конце концов. В общем, кто чего хочет, тот того ищет. Володька Прянишников не исключение. Работал он в городах в 20, наверное, и названия у этих городов были до неприличного мерзкими. Вот, например, вы думаете, нет такого города, как Урюпинск? Думаете, это из Фильетона, да? Есть такой город. И театр в нем есть в Урюпинске. Тьфу ты чёрт, да там болотку. Четыре раза за полгода забирали в утрезвитель. Или камыш. Или шахты. Или серов. От слова серый, что ли? В Казани Володька прокрылся до такой степени, что был переведен в монтировщики декораций. Не пил от этого унижения долго. Полгода, наверное, пока не переехал в Таганрог. В Таганроге получил сразу же две громадные роли. Сирано и Лариосика. Гулькова. Запил. Выгнали тут же. Ни сирона тебе, ни Лариосика. Поехал в Великие Луки. Дали в театр сразу же без разговоров. В первую же ночь в Великолугской гостинице Володька посредине ночи проснулся. Часа три было. В комнате темно, но Володька увидел его. У кровати стоял министр культуры. И тряс Володю за живот сильной рукой. Вставай и говори. Какого хера ты спишь-то? Володька сразу догадался, что это он, министр. Именно таким он его себе и представлял. В черном, с блестящей ниткой костюме и со значком на ласкане. Депутат Верховного Совета. Здравствуйте, товарищ министр! Обрадовался Володя. А я вас сразу узнал. Да, а вы как тут оказались? Да вот, театр этот твой, Вовка, проверяю. Министр устал и сел в кресло. Подождите, я свет зажгу. Володя кинулся было к выключателю. Министр сказал, нет-нет, не надо. Не зажигай свет, а глаза болят. Вот, говорю, театр этот твой проверяю. Да еще с тобой надо ловко поговорить. Давно собираюсь, да никак не могу. Ну, как ты живешь? Как дела тебе, скотина? Володька удивился, конечно, что министр его так называет. Ну, собственно, скотина так скотина. Ну да ладно. Скотина и есть. Пусть. Плохо же. Плохо, товарищ министр. Володька заплакал. Эта жизнь. Посмотрите, как пообносился. А зарплата маленькая. Да на пробои много уходит. Водку-то дорогую сделали, а деколон уже приходится пить. А от чего пью? Тридцать шесть лет. Сто театров за плечами. Ни семьи, ни детей. В душе тоска. А чего еще не знаю. Помогите, батюшка-барин. Володя никак не мог вспомнить, из какой это рога он шпарит эти слова. Министр молчал-молчал. Потом друг как вскочит. Как схватит Володьку за грудки, как потянет майку, так она несчастная рваная майка и лопнула напрочь. Сука, тоже бываешь? А я на тебя так надеялся, такую надежду на тебя возлагал. Все предатели, и ты тоже падла, а? А ну, отвечай заново. Как жизнь твоя скотина? Володька растерялся. Присел. Глаза министра рядом. Злые, красные, дышат луком. А руки, как копти железные, давят и давят. Хорошо. Хорошо живу, товарищ шпинистер. Хорошо живу. Лучше всех живу. Прекрасно живу. Зарплата маленькая, но хватает даже на пробой. А создают искусство голодные, сытые только разрушают. Так вампилов говорил. А то, что езжу из города в город, это очень хорошо. Много хоть увижу за свою короткую жизнь. А жены и детей нет. Слава богу. Как бы я с ними многое увидел там. А туберкулез, это прекрасно. Жить осталось еще лет шестнадцать. Володя перепуганно хихил. Министр отпустил его. Помолчал, подошел к окну и сказал. Молодец. Моя школа. Так и надо. Слушай, что тебе скажу. Завтра, послезавтра приедет к тебе товарищ из ЦК. Понимаешь, да? Он назначит тебя директором, режиссером и запытом театра. И создашь, для Вовка, свой театр. Свой, понимаешь? Настоящий, искренний, без лжи и фальши, красивый. Настоящий театр. А я буду сидеть в третьем ряду вместе с продавщицей и маникюрщицей. Передать в этом театре. Вот и все. Пока. Спи вот. Утро Молодя проснулся. И никак не мог понять, приснилось, что ли. Вроде нет. Пошел на репетицию в театр. И на всякий случай спросил у вахтерши на служебном входе. Скажите, а министр-то уехал уже? Вахтерша, как назло, была старенькая, глуховатая. Ей послышалось, Бурмистров-то уехал уже? А Бурмистров был директором театра. Уехал, уехал уже, сказала вахтерша. В Москву поехал, говорят, на биржу, сказали. Эту сплетню вахтерша сообщила, радуясь, что все-то она в театре насквозь знает, все-то она видит. Володя Прямичников сошел с ума. Правда, внешне он вполне нормален, в роли играет хорошо, репетирует неплохо, водку пить перестал. Да вот только каждый вечер после спектакля, когда артисты одеваются домой в гардеробе, он говорит. Тихо. Я пошел на вокзал. Ко мне, товарищ, СЦК сейчас придет. Сегодня должен. Уже год, и в снегу в дождь Володя стоит, ночью на короне вокзала и ждет. Дожидается, что вот-вот придет к нему товарищ из СЦК, и они создадут. Обязательно создадут вместе с ним немыслимый, красивый, настоящий театр.